Если читать Библию, еще раз прочитать, еще раз прочитать Библию, то мы сможем обнаружить, что в Библии есть мир, который хочет Бог дать нам, и также есть мир, которого мы хотим получить. Но тот мир, который я хочу, в ней всегда есть много проблем, много трудностей. Однако Господь Бог, Он действует в моей жизни и совершает невозможные вещи, и за это я благодарен Ему. Знаете, я, когда воспитывал моих детей, однажды я молился перед Богом. Господи, у Янгука, у моего сына есть два отца. Один — это Ты, Господи, а второй — это я. Но, Господи, чем я буду воспитывать моего сына, и когда Ты будешь воспитывать его, кто сможет лучше воспитать? Сто процентов, Господи, Ты можешь лучше воспитать его, чем я. Я, хотя отец Енгука, да, меня так будут называть, но в моей душе я увольняюсь с места отца Енгука. Я поручаю моего сына в Твои руки, Господи. Поэтому прошу Тебя, Ты прими его как Твоего сына и позабудься о нем. Знаете, однажды я так молился перед Богом. Когда мы были молоды, мы часто уезжали проводить семинары, и тогда я ездил вместе с моей супругой, потому что есть многие женщины, которые приходят общаться. Нужно с многими общаться. И бывает, что несколько дней мы не бываем дома, мы оставляли детей только двоих дома, чтобы они оставались и заботились о доме, а мы ездили проповедовать Слово. Однажды, когда мы в Пусане, в стадионе Мулума проводили семинар, тогда моя дочь и сын остались. И тогда моя дочь написала мне письмо, и в письме было написано, Отец, Ты сейчас передаешь Евангелие, но дьявол сейчас смешает нам, и поэтому Йонгук, он очень сильно болел, у него была высокая температура и сильно мучился. Но сейчас, час ночи, мы молились, и Йонгук смог уснуть. Господь, Отец, не переживай. Знаете, такое письмо она написала мне. До сих пор я ясно помню, как я получил это письмо. Он слуг или Йонгук, они жили вдвоем. Если были бы родители рядом, тогда родители бы помогли им, они бы могли позабудиться о них. Однако, Йонгук, она за своего брата, она молилась, и когда она увидела, как ее брат уснул, она от благодарности Господу Богу написала мне письмо. Наших детей, когда я поручил в руки Господа Бога, я видел, как Господь Бог воспитывает их, и это было удивительно. мой сын поступил в армию, когда ему было 26. Один знакомый брат позвонил мне для того, чтобы помочь поступить хорошую часть моему сыну. И он сказал, «Пастор, Йонгук уже маленький возраст у него, нужна же хорошую часть поступить». Я был благодарен этому брату, но я сказал, «Брат, послушайте, Йонгук находится под руководством Господа Бога, именно поэтому не нужно так поступать. Я уверен, что Господь Бог будет вести его». Этот брат, я его несколько раз попросил, чтобы он не делал ничего. В тот день, когда Йонгук забирали в армию, то главнокомандующий спецназа позвонил начальнику по подготовке солдат и сказал, «Всех солдат, которые поступили тут такого-то числа, пускай они сдадут экзамен по английскому языку, и тот, который займет первое место, пускай будет секретарем». Йонгук, когда поступал в армию, он сдавал экзамен, занял первое место. С того момента, как он занял первое место, уже было определено, что он будет секретарем главнокомандующего спецназа. Представляете, что было бы, если бы хотели бы отправить его в другую часть? Господь Бог удивительным образом действовал. У главнокомандующего спецназа было пять секретарей, и он был самым младшим из них. И в субботу он охранял офис, и вдруг пришел старший по ему званию и позвонил через телефон главнокомандующего в Японию, девушке. И это стало проблемой. И поэтому главнокомандующий был очень зол и сказал, кто посмел моим телефонам позвонить Японию, идти и разговаривать на английском языке. Но, поскольку Йонгук хорошо знает английский язык, поэтому, если сказали, наверное, это Йонгук, тогда главнокомандующий позвал, Йонгука, позовите, ты почему позвонил? Нет, главнокомандующий, я не звонил. Как ты смеешь обманывать передо мной? Отправьте его в военную тюрьму. И в тот день его должны были отправить в военную тюрьму. Знаете, а что поделаешь же в армию? И за день до того, как должны были его забрать, знаете, Йонгук впервые в жизни так молился. Он всю ночь молился перед Богом. Утром его должны были переправить в военную тюрьму, и он пошел к начальнику штаба и сказал, что меня забирают в тюрьму. Тогда начальник штаба спросил, Йонгук, правда ты не звонил? Да, я не звонил. Твой отец ведь пастор, да? Да. Ты можешь поклясться именем твоего отца и сказать, что ты не звонил? Да, я могу поклясться. Ты же веришь в Бога, да? Ты можешь поклясться именем Господа Бога и сказать, что ты не позвонил? Да, я могу поклясться. Тогда начальник штаба позвал пятерых секретарей и сказал, вы видели, что Йонгук звонил? Нет. Это почему вы сказали, что Йонгук звонил? начальник штаба пошел к главной команды и сказал, что Йонгок не звонил. Нет, сто процентов он звонил. Нет, никто из секретари не видел, чтобы Йонгок звонил. Правда? А почему они сказали, что Йонгок звонил? И таким образом он смог избежать наказания. Знаете, мой сын увидел, а, даже молитву такого человека, как я, Господь Бог слышит. Вот что испытал мой сын. Знаете, испытывая подобные случаи, до этого моими способами только какой-то мой путь был, но теперь Иисус стоит рядом со мною, защищает меня и ведет меня, испытывая подобное. Чем больше время идет, чем человеческий способ, он начал понимать, что способ Господа Бога намного лучше. Знаете, чему научился Йонгок в армии? Да, когда главный командующий говорит, чтобы его забрали в военную тюрьму, его должны были забрать. Я спросил у Йонгука, он говорит о том, что он знает того человека, который звонил, но если он сдаст того, то его накажут намного больше. Именно поэтому он решил, я лучше промолчу и пускай меня накажут, чем того. Все его товарищи знали, что другой звонил, но Йонгок все равно не сдал того. Но интересно, казалось бы, что Йонгоку плохо из-за того человека, но через этот случай Йонгок мог ясно увидеть, что даже в армии Господь Бог жив и действует. Именно Господь Бог делает, чтобы это испытывали в армии. Знаете, я, будучи пастором, в моей жизни есть многие маленькие, большие проблемы. Господь Бог ведь жив. Почему же у других нет проблем, а у меня появляются проблемы? Почему же у меня такое происходит? Знаете, не только есть те, которые говорят обо мне плохое, но также есть Господь Бог, Который на моей стороне помогает мне. Вы же знаете, что меня судили в тюрьму. тогда многие обвиняли меня и казалось, что вот-вот меня должны посадить в тюрьму. Но каждый раз, когда что-то случалось, Господь Бог все-все он показал, он показал, что они подделали документы и о том, что я действительно не виновен, Бог показал это. Как я могу не надеяться на такого Господа Бога? Как я могу не смотреть на такого Господа Бога? но многие проповедники просто они хотят использовать человеческий способ. Даже если у тебя очень хорошая голова, ты не можешь быть лучше, чем Господь Бог. Да, ты можешь как-то победить человека, но только Господь Бог может сто процентов защитить тебя. В 2017 году мы проводили форум христианских лидеров CLF. Я не знаю, как посчитали, но посчитали о том, что на сегодняшний день 113 тысяч служителей через нас услышали Евангелие. В этот раз, когда мы проводили библейский семинар, то среди многих служителей, по крайней мере, самые старшие служители в их стране приехали к нам. И они, услышав Евангелие, которое мы передаем, они удивляются. Они говорят, мы никогда такое Евангелие не слышали. Они приходят, свидетельствуют. Вы не представляете, насколько они потрясены. мы до сих пор верили в себя и жили. Я человек, поэтому, когда какая-то сила хочет, чтобы я упал, тогда я упаду. Однако, Господь Бог, Он находится выше всех. Господь Бог больше, чем дьявол. Именно поэтому может кажется, что кто-то может причинить мне вред. Однако, без разрешения Господа Бога это не получится. Передо мной есть множество препятствий, было очень много ловушек передо мною. Однако, Господь Бог ни разу не отворачивал своего лица от меня. Он всегда защищал меня, помогал мне. И я видел, как Господь Бог ведет меня. Много раз я мог это увидеть. Как руководство может быть хуже, чем моя мудрость. Как его способ может быть хуже, чем мой. Петр встретился с Иисусом, когда ловил рыбу. Три года он следовал за Иисусом и увидел множество деяний Господа Бога. Но однажды Иисус умер на кресте и потом вознесся. И тогда люди собрались, ученики собрались и общались между собой и думали, что же делать? Но Иисус пришел, пришел Дух Святой и душу, которой прежде у них никогда не было, Господь Бог дал. Дорогие братья и сестры, то, что мы получили кровь Иисуса Христа, спасение, мир не может понять. Как мы каждый день грешим, но говорим, что мы праведники, что мы святы, что мы чистые, говорим, что мы пойдем в Царство Небесное. Люди не могут понять. Кажется, что мы обманываем. Но мы ясно научились этому через Библию, и слово Библии говорит нам так. Многие люди говорят, что да, Библия говорит, что мы праведники, но я же грешу, поэтому я грешник. Да, я грешник, я неправедник. Так люди говорят. Однако, если Библия говорит, что мы праведники, поэтому мы говорим, что мы праведники. Почему? Потому что верим в Библию. Потому что мы верим в Библию. Когда я был в Доминиканской республике и рассказывал о том, что я праведник, тогда много служителей удивились. Они сказали, у нас есть вопрос, вы разве не грешите, вы разве не обманываете, разве вы не воруете? Я улыбнулся и сказал, я очень много сфоровал. В детстве я был очень голодным, поэтому в деревне из чужого огорода мы воровали пшено, воровали картошку. мы были очень голодными, поэтому часто воровали чужих полей. Тогда они спросили, как вы можете это сказать, что вы праведник, вы же грешите. Я улыбнулся и сказал, я тоже не знаю. Тогда служители были недоумений, но я сказал, я не знаю, но одно я точно знаю, Бог говорит, что я праведник. Именно поэтому я поверил в Слово Господа Бога. Если Бог говорит, что я праведник, значит, я праведник. Я верю в Слово Господа Бога, а вы верите все, что хотите. Я показал ясное Слово о том, что все согрешили лишенной славой Божией, получая правдание даром поблагодарить Его искуплением во Христе Иисусе. Библия говорит о том, что мы кровью Иисуса Христа получили спасение и что мы праведны. Я очень с большим дерзновением мог сказать, некоторые служители до сих пор на Ютьюбе, есть служители, которые прочитали мою книгу и осуждают меня. Знаете, если у вас будет возможность посмотрите, насколько они смешно говорят. Только один смех у меня выходит. Ничего из Библии не знают. Да, они как будто признаются, что они не знают Библию. Я послушал, что они говорят, в чем меня обвиняют. Смешно было. Знаете, я говорю, я праведник, не потому, что я праведник. да, я много согрешил, но Господь Бог, да, Он не говорит, что я праведник, не зная, что я согрешил. Да, Он знает, что я согрешил, но все равно говорит, что я праведник, что я очищен. Если Бог так говорит, значит, я праведник. Потом, знаете, что случилось со служителями из Доминиканской республики? Многие служители вышли к сцене. Я даже не понял, почему они вышли к сцене сначала. Я думал, они хотят меня побить, что ли? Но потом они взяли мою руку и сказали, пастор, вы наш отец. Знаете, вдруг стало очень много у меня сыновей. В лесу тоже я передавал слово, и вижу, один пастор очень хорошо меня слушает и очень внимательно слушает слово. Я спросил, вы понимаете, что я говорю? Да. Я сказал, вы мой сын. А потом оказалось, ему 60 лет. и со времени. Раньше я верил только то, что мне было понятно, а то, что мне не подходит, я не верил. Но я верю в слово Господа, когда оно мне понятно. Но даже если мне не понятно, это просто я не знаю, но это не значит, что это неправда. Это истина. Именно поэтому я веровал в слово Господа Бога. и по вере я начал делать шаги вперед. Тогда удивительное дьяне начало происходить. Да, есть тот, который раньше меня это начал. Это кто? Это Петр. Да, апостол Петр, о котором мы сегодня говорим. Знаете, когда Чуяна ужалил скорпион, и он умирал, я сказал, что ты будешь жить. И он действительно отжил. И Ким Чуан, и Нам Йон Йон тоже вышли. Знаете, да, я не такой человек, как Петр, но когда по слову Господа Бога я следовал, то я видел, как Господь Бог действует. Много раз я испытывал дьяни Господа Бога. Именно поэтому я знаю Господа Бога и Бог знает меня. И это удивительно. Петр, это день Пятидесятницы. День Пятидесятницы это после смерти Иисуса Христа. через три дня воскрес. И потом прошло пятьдесят дней. Понимаете? Понимаете, в Израиле есть пять больших праздников. Первый это Пасха, потом идет день первых плодов, когда едят первые плоды от урожая, день первых плодов, потом идет день Пятидесятницы и есть следующие праздники. Иисус Христос, когда был распят на кресте, это была Пасха. тогда Иисус был распят. Потом через три дня Иисус воскрес. И это есть день первых плодов. Другими словами, Иисус Христос стал плодом смерти. И потом, после воскресения, если по счету пятьдесят дней, будет день Пятидесятницы. Поэтому получается, это прошло ровно пятьдесят три дня, как Петр отрекся от Иисуса. Понимаете это? То есть, Петр отрекся, потом Иисуса распяли на кресте, через три дня он воскрес, это три дня, прошло, потом еще пятьдесят дней прошло. Другими словами, меньше двух месяцев прошло с того момента, как Петр отрекся от Иисуса, потому что пятьдесят плюс три будет пятьдесят три. и в день Пятидесят произошло удивительное деяние, многие люди получили спасение. И теперь, когда у Петра появилась вера в Иисуса Христа, Дух Святой пришел в сердце Петра. Дух мы не можем увидеть нашими глазами, но Дух, злой Дух или Дух Святой, они могут дать нам какую-то душу. Когда Юда Искариот хотел продать Иисуса, в Библии написано, что дьявол уже вложил в сердце Юди Симону Искариоту предать его. Другими словами, это не его душа, это была душа, которая была положена дьяволам. Когда Анания и Софира спрятали часть средства, тогда Петр говорит, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли, чем ты владел, не твое ли было, и после этого Анания умер. Петр, после того, как отрекся от Иисуса, прошло меньше двух месяцев, но Дух Святой, когда вошел в Петра в день Пятидесятницы, Дух Святой, находясь в сердце Петре, поскольку это является Святой Дух, и теперь не Петр ведет свою душу, да, у него есть желание, по которому он хочет жить, но теперь его есть также направление, которое дает ему Дух Святой. То же самое и вас касается, после того, как вы получили спасение, Иисус Христос, Дух Святой входит в вашу душу и начинает вести в вашу душу в сторону Иисуса Христа. Но дьявол же также говорит, что нет, не получится, опасно, не нужно, начинает давать мысли, что мы оставили душу, которая дает Дух Святой, и что мы следовали за нашими мыслями. И те люди, которые последуют за своими мыслями, они не смогут получать руководство Духа Святого, они будут поспать по своим мыслям. Именно поэтому они не могут получить милость Господа Бога. И постепенно, постепенно их чувствования будут омертвевать. И многие спасенные люди, будучи обмануты дьяволом, они становятся теми, которые препятствуют Диане Господу Богу. Я мог это ясно увидеть. Но Дух Святой, когда вошел в Петра, то Петр вошел в храм. Здесь в Библии написано, «И был человек храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемой красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Тогда Петр с Юаном, смотревшись в него, сказал, «Смотри на этого нищего», говорит, «Взгляни на нас». Тогда понимаете, этот храмой думал, что ему бросят несколько монет на милостыню. Он хотел просто получить милостыню, а Петр говорит, «Взгляни на нас», и тогда он потом может большую сумму ожидать. И он смотрит на Петра, и в 6-м стихе Петр говорит, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Здесь есть разница между мной и Петром. Знаете, Петр хотел совсем без денег, а у меня же в кошельке все равно иногда есть деньги, потому что если я встречусь с хором в автомагистрали, нужно же купить мороженое, булочку купить и угостить их, и поэтому я их угощаю. А Петр же, он очень чист, да, может, он даже не взял с собой денег, чтобы пожертвовать, но что он говорит, «Серебра и золота нет у меня». И потом, знаете, что здесь удивительно? В нашей душе всегда деньги занимали первое место, правильно? До сих пор я думаю, что у многих деньги занимают важное место. Я думаю, что есть многие люди, у которых деньги играют важную роль, но здесь ясно написано, «Серебра и золота нет у меня, что имею, то даю тебе, во имя Иисуса Христа на заре, встань и ходи». Он говорит, «Да, у меня нет денег, но у меня есть Иисус Христос». Деньги не могут сделать, чтобы ты ходил, но Иисус может тебя вылечить, поэтому встань и ходи. И это произошло. Мы об этом читаем сейчас. Если бы вы были на месте Петра, как бы вы поступили? Дух Святой говорит, возьми за правую руку и подними его. Ой, что ты говоришь? Стыдно, а вдруг не получится, я позорюсь, как это я сделаю? Знаете, братья миссисской школы именно очень часто так думают. Знаете, сейчас на улице очень трудно увидеть инвалидов. Раньше можно было очень часто увидеть нищих инвалидов, но хочется сказать, встань, посиди, и уходи, но потом думаем, ой, а вдруг я позорюсь. И очень многие люди всю жизнь не могут этого сделать, потому что они думают, что, а вдруг Бог не будет действовать? Да, если Бог будет действовать, будет замечательно, а если Бог не будет действовать, тогда что будет? Я же опозорюсь. Бог не действует, потому что я не верю. Если Господь Бог будет, когда Иисус Христос говорит, возьми посель твою, тогда нужно взять постель и ходить. Человек, который поболел 38 лет, Иисус Христос сказал, возьми посель твою и ходи, тогда он начал ходить. То же самое, и через меня Господь Бог может сказать, если Он делает, и тогда я смогу ходить. Но дьявол хочет, чтобы такая душа, такая вера была уничтожена в нас. Представь, что было, если ты опозоришься. Такими мыслями. Но человек, который ведет духовную жизнь, да, если я опозорюсь, значит я опозорюсь. Да, есть люди, которые попробовали, но не получилось. Но у Петра же точно получилось. Да, я не поднимал хромых, но я видел, как в моей жизни Господь Бог так же действовал. И если у вас тоже будет вера в Господа Бога, я 100% уверен, что Бог будет у вас действовать. Я на что бы ни посмотрел, я обманывал, я грязный человек. Но если слово говорит, что я праведник, значит я праведник. Правильно? Но все равно я ведь грешу. Есть такие люди, которые так говорят. Но эти люди, они не верят в Слово Господа Бога. Они больше любят свои мысли, чем Слово Господа Бога. Если мои мысли побеждают, тогда... Когда Слово побеждает меня, тогда Слово будет вести мою жизнь. Именно поэтому... Да, страх появляется, когда дьявол кладет мысли, а вдруг не получится. Да, у нас появляются переживания, но потом... Да. Часто бывает, что мы оставляем голос Духа Святого, но если идти в таком направлении, то мы никогда в жизни не сможем это преодолеть. Но когда я попробовал по Слову, и когда я вижу, как Слово действует, тогда у меня образуется вера. И мы начинаем следовать за руководством Духа Святого. А что говорит Дух Святой? И духи пророческие послушны пророкам. Другими словами, Дух Святой делает, чтобы я мог пророчествовать, он начинает вести меня. И здесь написано, что духи пророческие послушны пророкам. Другими словами. А если пророк говорит, что у меня не получится, тогда духи пророческие не могут действовать. Понимаете это? Именно когда мы верой поступаем, тогда дьяни происходит от Господа Бога. То же самое у Петра. Сначала не было верой. Но когда он увидел храмово и сказал, да, Иисус Христос ведь исцелял больных, тогда Бог хочет его исцелить. А внутри у меня есть Иисус Христос, когда был день Пятидесятницы, Дух Святой вошел в мою душу, и тогда я смогу также действовать по Слову. Поэтому Петр сказал, да, с другой стороны, я думаю, что у Петра были также мысли, а вдруг не получится, когда ты опозоришься, тебя будут ругать. Лучше пройти мимо, проходи мимо, зачем тебе что-то говорить этому больному? Да, Петр здесь. Дух Святой наполнен в душу. Дьявол, вон от меня. Почему? Он будет ходить, и он начинает являть славу Иисуса Христа. В конце концов, Петр, он проиграл перед Духом Святым, и Дух Святой начал ввести его душу, и взял руку, говорит, имени Иисуса Христа встань и ходи. И тогда именем Иисуса Христа он начинает ходить. То же самое. Сегодня, сегодня, сегодня утром, здесь светло, я не могу определить день или ночь, мы есть Петр. И... О, я хочу потянуть этого больного. Дух Святой дает такую душу, понимаете? Петру дал такую душу, правильно? Но я никогда не лечил больных. А вдруг он не исцелится? Что делать? Такая душа появилась. И потом начинает происходить борьба в нашей душе. Но потом, Петр, но во мне, ведь есть Иисус Христос, Он ведь может поднять больного. Иисус Христос даже мертвого мог оживить. Тут тем более. И когда Он верой поднял, тогда деяние произошло. Правильно? Понимаете это? Ясно понимаете это? То же самое. И вас, Господь Бог, одинаково хочет действовать, когда вы получаете прощение грехов. Как это происходит? Да, я сто процентов грешник. Однако, мои мысли начинают бороться со словом Господа Бога. Библия говорит о том, что я праведник. Правильно? Если слово, хотя говорить так, но я грешник. Если так мы говорим, этот человек победил Библию. В нем тогда Дух Святой не будет действовать. Да, я грешник. Но, если слово говорит, что я праведник, значит я праведник. Вы все так верите? Да, мы ведь говорим, что мы праведник, не потому, что мы не грешили. Правильно? Да, я согрешил. Но, поскольку Иисус Христос оправдал меня, поскольку Он сказал, что я чист, поскольку Он на кресте очистил мой грех, поскольку Он сказал, что не воспоминет мои грехов, поскольку Он сказал, что Он очистил мой грех, хотя я согрешил, но я говорю, что я чист. Это во что мы верим? Не в своей мысли, но в Слово Господа Бога. И именно таким образом, когда мы верой принимаем Слово Господа Бога, тогда что происходит? Например, есть розетка. Ну, и нужно вставить один холодильник и стиральную машину. Ну, одна розетка. Если мы подсоединяем стиральную машину, тогда будет работать стиральная машина. А если вставить холодильник, тогда будет работать холодильник. То же самое. Есть Дух Святой, который говорит, встань, возьми пос beispiel твой и уходи. И два голоса борются. Один голос говорит, что не получится. Если голос, который говорит, что не получится, побеждает моей душе, тогда я буду верить, что не получится. Но если мы скажем, нет, почему не получится? Дух Святой, Господь Бог будет действовать во мне. И когда мы принимаем Слово, тогда этот человек может встать и ходить. Когда мы становимся на стороне веры, тогда происходит деяние. Именно поэтому и вас тоже, в первую очередь, что вы должны делать? Решить вопрос, я грешник или праведник? Да, я точно согрешил, я своровал, я сделал много греха, это правда. Я не просил, чтобы меня очищали грех, я грешник, однако в Библии Бог говорит, что я праведник, правильно? Тогда я прав или же Слово правильно? Конечно, Слово Господа Бога праведно. Да, хотя я грешник, но я праведник. И когда Слово Господа Бога побеждает мои мысли, тогда я могу сказать, что я праведник, понимаете? Но, когда побеждает мои мысли, тогда я говорю, что я грешник, понимаете это? Господь Бог оправдал меня, поэтому я говорю, что я праведник. Я верую в Слово Господа Бога. Когда верю и понимаю Его Слово, тогда я сто процентов становлюсь праведником. Не важно, сколько я согрешил или плохо очистил, а важно, что если Господь Бог говорит, что я праведник, значит я праведник. Понимаете это? В душе Петра есть Иисус Христос. Петр, он трижды отрекся от Иисуса Христа. Да, я такой злой человек. Но сейчас, это не мое душе, я говорю. Но я верую в Слово Иисуса Христа. Иисус Христос во мне. А Иисус сто процентов может поднять этого человека. Знаете, каждый раз, когда я встречался со многими больными, да, мне кажется, что этот человек не выздоровеет, что он погибнет. Но, хотя мне кажется так, но во мне ведь есть Иисус Христос. Он хочет исцелить. И когда его душа соединяется с душой Иисуса Христа, тогда ему нужно веровать. И тогда этот человек должен поверить, что Иисус Христос хочет исцелить того. И каждый раз, когда он будет веровать, тогда Господь Бог обязательно будет жив и действовать. И сегодня Иисус желает действовать у вас. Именно поэтому то, что у вас есть какая-то неясность, это значит, что вы верите вашим мыслям. Не нужно верить вообще нашим мыслям. Потому что дьявол через наши мысли дает соблазны. Петр, он думает, смогу ли поднять этого хромого? Но он говорит, взгляни на нас. И потом взял правую руку хромого серебра. Золота нет у меня. Но то, что имею, даю тебе. Именем Иисуса Христа Назаре. Встань и ходи! И удивительные дьяни начинают происходить. Петр, знаете, кто он? Это мы. Вы, веруя в Иисуса Христа, должны следовать. Дьявол дает нам страх. И кажется, что, а вдруг не получится, что делать тогда? А вдруг мы только опозоримся? Множество мыслей он дает. Но следуя за этими множествами мыслями, если мы подумаем, что Бог не сможет у нас действовать, с того момента дьявол будет у нас действовать, но Иисус не сможет действовать у нас. Что бы у вас ни происходило, если у вас будет вера в Иисуса Христа, это веры. мы соединяемся с Иисусом Христом. Да, у меня нет силы, но когда я верю в Иисуса Христа, то Дух Святой начинает действовать в меня и начинает проявлять свою силу через меня, и поэтому Петр смог сделать, чтобы их хромой мог встать и ходить. Аминь. В нас есть разные проблемы. Я испытывал разные трудности в моей жизни, но каждый раз Господь Бог был со мною. Знаете, люди говорили о том, что я взял большую сумму денег. Есть причина, по которой я не могу взять себе карманы церковной деньги, потому что я не мог тогда быть с Господом, потому что Господь был намного ценнее, чем деньги. Я не хотел терять Господа Бога из-за денег. Да, даже если будут давать мне десятки миллионов, сотки миллионов, даже если будут тысячи раз больше этого, но Господь Бог был намного ценнее для меня, и Господь Бог жил в моей жизни и до сих пор действовал, и я верю, что Он будет дальше вести меня и охранять меня. Поэтому из-за каких-то денег я не хотел терять Бога. Из-за денег я не хотел обижать Господа Бога. И из-за денег я не мог отворачивать свое лицо от Господа Бога. И Господь Бог всегда, с чем бы я ни встречался, я видел, что Он был со мною. И этот Господь Бог, я могу сказать, что это мой Господь Бог. И перед любым человеком я могу с дерзновением о Нем свидетельствовать. И Господь Бог так действовал. Разве это не удивительно? Знаете, я часто говорил на острове Сиджо, мы хотели купить землю. Почти сто тысяч служителей получили через нас спасение. Но теперь они, да, пастора, они получили спасение, и только одно спасение они не получили. Но теперь нужно их учить, как передавать Евангелие, как нужно жить верою, и как нужно общаться с Библией, как вести духовную жизнь. Об этом тоже нужно их учить. Именно поэтому мы должны были этому научить служителей. и мы создали специальную учебную программу, и мы пригласили сто служителей, и один месяц мы их учили. они очень сильно изменились, и им было очень хорошо. Но я построил план. Не по сто человек, а если в месяц тренировать по тысяче человек, то в году 12 месяцев, то 2 месяца, по крайней мере, в год нам нужно проводить конференции летние и зимние. И если, например, 10 месяцев тренировать, то мы можем сколько тренировать? Месяц по тысяче человек. В год, получается, мы можем тренировать 10 тысяч человек. И тогда, если, получается, 10 лет понадобится, 11 лет, а за 11 лет будут новые служители получать спасение. И поэтому мы хотели тренировать служителей и хотели купить землю на острове Чичу. И тогда за 3 квадратных метров нужно было получить тысячу долларов. И мы думали, что нужно купить где-то гектар земли за 3 миллиона, и потом нужно построить за 7 миллионов зданий. Но где у нас 10 миллионов? Но мы думали, что надо тренировать и учить служителей. Потому что, когда они учились, им было очень хорошо. Один пастор сказал, знаете, моя жена пастор и сын пастор, но можно я приглашу моих сына, мою жену, чтобы они тоже учились? Знаете, есть много служителей, которые не смогли приехать. Да, мы приехали на самолете, но есть много служителей, которые из-за положения не смогут приехать в Корею. Пожалуйста, можете приехать в нашу страну и передать Слово. Знаете, для нас большая радость, потому что они хотят слушать Слово через нас. Знаете, в последнее время я провожу семинар в Тегу, а до этого я проводил семинары в Лос-Анджелесе, потом в Нью-Йорке, потом в Германии, потом в России. В трех городах проводил семинар. Вернулся в Корею, потом сразу начались библейские семинары в Сеуле, потом в Гангчжу. Знаете, и делают мое расписание такое тяжелое, чтобы ни минуты у меня не было свободного времени. Знаете, говорят в Тегуне, оставайтесь ночевать, но тогда я опоздаю, и поэтому я должен был ночью приехать в Сеу. После семинара десятки людей ждут, чтобы пообщаться, и где-то два-три часа нужно, тогда мы опаздываем на обед. Но все равно я очень счастлив. Очень счастлив. И где-то с пяти часов мы чуть-чуть играли в футбол, и в Тегуне там есть поле, и поэтому мы играли с хором в футбол. Я старый, и поэтому я плохо играю, но все равно это помогает мне развиваться, и многие помогали, чтобы я мог хорошей позиции ударить мяч, как спотеешь, и очень приятно. Люди говорят, пастор, в вашем возрасте никто не играет в Харисовский квадрат, но я говорю, да, но и в моем возрасте никто так хорошо не играет. Знаете, моя дочь пришла ко мне и сказала, отец, занимайтесь плаванием. Раньше мы жили на квартире Шупобиль, и там был бассейн. И знаете, моя дочь пошла и сказала, знаете, мой отец жил в этой квартире, но он поскольку постоянно в разъездах, и поэтому только очень мало может побывать. я не знаю сколько она сделала скидку, но она получила скидку и принесла карточку, чтобы я мог ходить в бассейн. Но сейчас так занят, что не могу ходить даже. Но перед Господом Богом, когда я живу, я вижу, как рука Господа Бога защищает меня. Знаете, когда рано утром встаю, мы проводим общение с служителей, потом, после завтрака, мы проводим семинар, после семинара мы индивидуально общаемся, после индивидуального общения немножко занимаюсь спортом, потом ужинаю, и потом снова передаю слово на семинаре, и очень быстро проходит день. Смотрю в телефон, вижу, что очень много пропущенных звонков, даже сейчас может кто-то мне звонит, я не могу взять телефон. Но, что удивительно, Господь Бог открывает путь перед нами. Знаете, чтобы заплатить 10 миллионов и купить землю, и потом построить здание, заплатив 7 миллионов, это очень сложная работа. Я сказал, было бы хорошо, если в Америке будет здание. Где-то 5 лет тому назад один миссионер сказал, что пастор, есть такое здание, хотите посмотреть, но она находилась на севере, не очень хорошо было. Но в этот раз в штатах Миссури, это находится в центральной части Америки, и в Спрингфилде, там есть учебное заведение, там были некоторые проблемы, есть здание, но нет учащихся. очень хорошее здание, и там, представляете, 33 гектаров и очень хорошая земля. Я сказал, все в садах, в школе, посадите яблоню, и я думаю, что там будет очень красиво. Я один буду есть, а другие пускай не едят. Знаете, до сих пор сейчас идет ремонт, братья счастливы там. Там есть закрытая площадка для баскетбола, и для того, чтобы построить баскетбольную площадку, нужны огромные деньги, потому что там нужен специальный пол, но там очень хорошо. Знаете, но я не очень дружу с баскетболом, но Господь Бог открывает путь перед нами. на острове Теджу покупать землю было непросто, строить тоже непросто, получать разрешение непросто, но Господь Бог дал очень хорошее здание в Америке, чтобы мы могли пользоваться. Знаете, по вечерам я не могу спать, я думаю, как мы будем там? Я сказал, постройте там, сделайте коридор хороший. Хорошо. И они приготовили коридор, но потом сказали, пастор, в некоторых местах очень хороший коридор, может, не надо ремонтировать? Я говорю, хорошо, если хороший коридор, не надо исправлять. Потом я сказал, поставьте там новые кровати. И на тысячу человек приготовили место, и мы будем каждый месяц по тысяче служителей тренировать. Пастора приезжают, и очень радуются. Они просто, чтобы мы их вели. пастор Серуада, находясь в Уганде, когда я провел там семинар, на следующий день мы встретились, он говорит, пастор Пак, все, что вы скажете, я сделаю. Скажете, строить школу, мы построим школу. Скажете, строить здание, мы построим здание. Пожалуйста, наставляйте нас. Он один из самых старших служителей их страны. Я был очень благодарен. Он намного лучше, чем я. С какой бы стороны ни посмотрел, намного лучше, чем я. Но он хочет слушать это слово. Он хочет получить прощение грехов. И он хочет, чтобы братья и сестры его церкви об этом узнали, услышали. Господь Бог действует. И перед его делом. Да, хочу отдать свою жизнь за это дело. Хочу отдать мою жизнь. Да, я стар, но пока я дышу, я хочу отдать себя, хочу учить других. Такая душа у меня появляется. Они получили прощение грехов, со слезами они радуются. Когда я был в России, старший служитель спросили, пастор Пак, как вы можете так легко рассказывать слово через такую сложную книгу, как книга Левит. Я сказал, знаете, если не знаешь, все будет тяжелым. Правильно? Да, все сложно, но если спасение, мы точно знаем, это будет просто. Правильно? Они говорят, до сих пор было так тяжело для нас. Но я сказал, если ясно значит, это легче, чем дышать. Правильно? Что значит тяжело? Это я делал, а легко это значит, что Господь делал. А спасение это простое, потому что Господь делал. Когда мы верим в то, что Господь делал, когда мы принимаем душой, тогда это получается очень легко. Современные люди, они своими усилиями хотят получить, они хотят приложить силу, да? Они говорят, что с силой нельзя попасть, что слезами нельзя попасть, но потом, когда они молятся, они хотят силой молиться. Они говорят просто я верю, они говорят я верю, и они думают таким образом, что они получат веру. Этот удивительный Иисус Христос, Он дал спасение через Иисуса Христа. И это очень хорошее спасение. Да, и люди занимающие высокое место, низкое, высокие, низкие, и хорошие, плохие веры могут получить спасение. И поэтому в Библии написано, что через веру в Иисуса Христа ибо нет различия. Мы все получили одинаковую веру. Мы получили одинаковое прощение грехов. Одинаковый Дух Святой действует у нас. А в тебе большой Дух, в тебе маленький. Нет такого одинаковая Библия есть у нас, есть одинаковый Дух. И когда Он действует, то человек, который следует за Словом, и тот человек, который из-за своей гордости не следует за Словом, только есть разница между такими. У тех людей, которые не получаются вести духовную жизнь, это потому, что они высокомерны, и поэтому они следуют за своими мыслями, поэтому у них не получаются вести духовную что жив, значит я жив. Если Он говорит, что я буду действовать, тогда будет действовать. Если говорит встань и ходить, значит будешь ходить. Если Он скажет, что будет зрячим, тогда он будет зрячим. Но если не верить в это, то все станет только сложнее и сложнее. Вопрос спасения или теория о предопределении или о сотворении. Знаете, я не знаю теорию о спасении, теорию о предопределении, но одно я знаю, что Иисус Христос, Он умер на кресте за меня. Слепой что сказал, когда Он не открылся глаза? Я не знаю, он грешник или правильный, но я знаю, что Он открыл мне глаза. Разве это не удивительно? Он ясно говорит об этом, что благодаря Ему мои глаза открылись. Как если Он грешник может сделать это? Это удивительно, когда Господь действует. Да? Петр не знал, сможет тут ходить или нет. Но слеп храмов говорит, возьми, встань и ходи. И тогда этот храмов начал туда бежать, сюда бежать. Знаете, начал бежать. Вот что это с ним? Посмотрите, это же тот храмов, который сидел. как Он уходит теперь? Мы же всегда Ему давали деньги на милостыню. Как Он теперь может ходить? Туда ходит, сюда ходит. И потом Он взял Петра. И люди смотрят на Петра только. И тогда Петр, что говорят израильтяне, что вы смотрите на нас, как будто мы свою силой или благочестием сделали то, что они сделали. Но именем Иисуса Христа, которого вы предали, о котором отреклись перед Ним, Он смог ходить. Другими словами, Он славит имя Иисуса Христа. И в тот день, говорят, 3500 человек получили спасение. Господь Бог, в тот день, который тогда было, Он допустил нам, чтобы многие люди получили спасение, чтобы многие люди спаслись. Когда я был в Мексике, я проводил семинар в прошлом году, 700 человек служителей только собралось, и они, я с утра до вечера передавал им слово, они говорили Аллилуйя, знаете, они от радости не знали, как поступить, я никто, но они относились как будто к Ангелу. Знаете, моей душе было горячо, знаете, моя душа горела. Кто мы такие, что ты совершаешь подобное деяние в нашей жизни? Дорогие братья и сестры, это место, в этом месте пребывает Бог с нами, вместе со всеми с вами. Теперь мы откроем глаза нашей души и все наши мысли оставим и будем смотреть, это слово Господа Бога или же мысли дьявола. Веруйте в слово Господа Бога, тогда я верю, что с Господом мы будем едиными, и Его сила явиться в нас, и как Господь Бог через Петра действовал, то, что делал Иисус, как Он поступал на земле, так же Он дал Духа Святого Петру, и через Петра Иисус Христос действовал. Такой же Дух Святой сегодня Он нам дал Духа Святого, и как Петр, Иисус Христос являет Себя через нас, чтобы передать Евангелие. Теперь откройте Ваши глаза, веруйте в Слово Господа Бога, Господь Бог с нами, веруйте в это, веруйте, что Дух Святой ведет нас, когда мы будем об этом думать. Да, злой Дух дает страх, дает переживание, дает боязнь, но также Дух Святой дает надежду и радость. Вы это почувствуете, и вы сможете различать постепенно, «А, это злого Духового, а это Господа Бога. Различайте». Да, раньше я следовал за своими мыслями, но меняясь, чтобы через вас Иисус Христос являлся с большой силой, и чтобы через вас я верю, что Бог совершит удивительные деяния. Теперь люди этого мира чтобы пришло время, когда люди будут говорить, что те люди, которые говорят, что они грешники, это глупые люди. Если подумать, я даже не мог представить, что стану таким человеком, но если Господь будет со мною, то человек, который болел 38 лет и слепой, и храмой, который сидел у храма, и Петр, который предал Иисуса Христа, Господь Бог взял их, и у них не было недостатков, чтобы Господь Бог действовал через них. Давайте мы не будем смотреть на себя, не будем смотреть наши слабости, не будем обращать внимание на наши проступки, но пускай Дух Святой войдет в нас, и чтобы Дух Святой, который в Иисусе Христе действовал, чтобы тот Дух, который действовал в Иисусе Христе, действовал у нас, чтобы мы следовали за Иисусом Христом, и чтобы вы были Иисусами нашего времени, и чтобы через вас являлась слава Господа Бога. Да, мы не будем умирать на кресте, но этим спасением, которое Он совершил на кресте, чтобы вы могли славить Господа Бога. И я уверен, что каждый из вас будет достоин этого. Да, смотрите на Иисуса Христа. Тогда Иисус Христос будет жить и действовать. Я ясно верю в это. Иисус Христос